С приходом весны и активным таянием снега традиционно обостряются коммунальные проблемы. К нам в редакцию обратились жители двухэтажного дома 54-го года постройки, что на улице Павлова. Дом рассыпается по кирпичу, жить в нем не только некомфортно, но и опасно для жизни. Причина тому – текущая крыша. А в программу капремонта собственники жилья войти не смогли. Почему? Об этом рассказывает наш корреспондент. Этот двухэтажный дом на улице Павлова в Твери расположен в весьма удачном месте – ближнее Заволжье. Рядом вся необходимая инфраструктура. Вот только на этом плюсы проживания здесь заканчиваются – сетуют собственники квартир. Уже много лет погоду в доме портит дождь, капающий прямо с потолка. На протяжении долгого времени в здании протекает крыша, из-за чего сыпется кладка едва ли не на головы жильцов и расходится по швам стены. Капает в квартиры, это постоянно. Туалеты в гнилом состоянии, все потолки падают. Везде трещины, пальцы, руки лезут по 5 сантиметров. Кирпичи падают. За капремонт мы платим все. В 95-м году последний раз заменяли крышу, шифер. С 95-го года капремонт не делался по дому. Именно на капитальный ремонт собственники квартир возлагали большие надежды. Судя по данным сайта Дом Мин ЖКХ, постройка 1954 года по улице Павлова стоит в очереди на капитальный ремонт крыши на 2025 и 2037 годы, а фасада на 2034. Износ здания в настоящее время 50%. Жильцы собрали все необходимые документы и обратились в администрацию города, чтобы передвинуть сроки капремонта на 2023. В первую очередь требуется ремонт кровли. Цена вопроса почти 6 миллионов рублей. На комиссии все признают, что да, действительно наш дом признан нуждающимся в капремонте, как фасада, так и кровли. Через месяц вроде бы результаты смотрим мы на сайте администрации. Там есть список домов, подлежащих капремонту. Нашего дома в этих списках не поясняют, что не хватает каких-то баллов. В администрации пояснили, что при выборе дома кандидата на капремонт учитываются такие ключевые критерии, как изношенность и сумма накопленных средств. Все это суммарно влияет на общее количество баллов, необходимых для включения в программу капремонта. Дом может иметь низкий рейтинг, например, из-за низкой собираемости взносов жильцов. Кроме того, общедомового имущества есть свой срок минимальной эксплуатации. Например, фасада и крыша 15 лет, фундамента 50, подвальных помещений 30. По этим показателям, в принципе, передвинуть сроки ремонта в данном случае на более ранний вроде бы возможно. Как вариант, завести спецсчет и перевести туда общий котел. Эта процедура требует проведения общего собрания, и из них не менее двух третий – семи голосов. Кроме того, сами собственники могут увеличить размер взносов и запустить работу быстрее. Но в данной ситуации сумма, накопленная жильцами этого дома, составляет лишь 5% от необходимого. А внести на спецсчет недостающую сумму жильцам не под силу. Поэтому точность срока капремонта пока остается под вопросом.